Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный для этого дня вебинар. Правильный понедельник и тему этого вебинара предлагаю определите вам. В нашем telegram канале мы запустим голосование. Это будет по сути опрос на какой инструмент сделать наибольшие акценты, какую тему стоит разобрать. Тот топик, который наберет больше всего ваших голосов, станет центральным, основным в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, в целом эта неделя будет гораздо интереснее прошлой. Мы заранее это прекрасно понимали, потому что ждем прежде всего отчет по индексу потребительских цен в США. Это важнейший релиз для Федрезерва в оценке ситуации с целым индексом потребительских цен, с тем, что происходит с потребительской активностью и с тем, что можно сделать с национальной денежно-кредитной политикой. Мы этот релиз будем разбирать с точки зрения будущих решений американского регулятора по ключевой процентной ставке. Вообще вся идея, которая была основана на фундаментальном анализе по доллару за последнее время, она имела довольно простое фундаментальное основание. Это покупка доллара. Пока что американский регулятор не готов начать смягчать национальную монетарную политику. И здесь тоже мы сделали этот вывод максимально, я думаю, объективно, потому что решили, что будет как-то даже глупо американскому регулятору из-за растущего индекса потребительских цен сейчас создавать условия, при которых инфляция могла бы разограться еще сильнее. То есть смягчение экономической политики это, конечно же, условия для роста инфляции. А сейчас, когда индекс потребительских цен и без того остается существенно выше целевого значения, лучше бы американскому регулятору пока что вообще ничего не делать. А в идеале даже подбрасывать на рынок идею того, что жесткая монетарная политика, она, понятное дело, может остаться такой в течение длительного периода времени. Ну, в случае чего, при необходимости американский регулятор может согласовать даже дополнительное повышение ключевой процентной ставки. Мы разбирали индекс доллара на прошлой неделе, даже локальные максимумы. Тестировала американская валюта поближе к уровню 106 пунктов, потом откатила в район 105 пунктов. И эта волатильность, она в целом была обусловлена, ну, скажем так, не совсем высокой волатильностью тем, что на рынке не было значимых фундаментальных драйверов и тем, что рынок просто ожидал появления этого драйвера в виде отчета по инфляции. Напомню, что у нас было очень много комментариев представителей американского регулятора. Наверное, наибольший акцент мы сделали на комментарии заявления главы Миннеаполиса Нелы Кашкари, который является, скажем, представителем Федрезерва, находящимся в круге первых среди общей элиты, окружающей Джерома Пауэлла. И Кашкари дал понять то, что процесс дезинфляции в США замедлился, и по этой причине американский регулятор, скорее всего, будет вынужден удерживать ставку высокую в течение длительного периода времени. Этот комментарий тоже был интересен тем, что Кашкари, может быть, даже первым представителем американского регулятора дал понять, что ФРС может согласовать дополнительное повышение процентной ставки. Также обратили внимание на комментарии главы ФРБ Бостона Коллинз, которая, в принципе, тезисно отметила то же самое, что и Кашкари. Под закрытие прошлой недели еще выступал Лори Логан, которая также является представителем американского регулятора, и тоже позиция того, что ставку в текущих условиях нужно сохранять высокая. Вероятность снижения ставки в сентябре сейчас 48%. Буквально в прошлый понедельник я констатировал те же самые цифры. Но, уверяю вас, после этой недели, когда мы переварим данные по промышленной инфляции и индексу потребительских цен, это, вероятно, сильно изменится. Я надеюсь, что у нас будет шанс в ближайшие дни увидеть американскую валюту повыше, потому что я, наверное, сторонник тех трейдеров, которые считают, что прошлый месяц был еще одним календарным периодом, когда индекс потребительских цен, не базовое значение, а основной индекс потребительских цен вышел на новый максимум. Поэтому длинные позиции по доллару остаются в приоритете. Что касается прочих отчетов, которые также мы ожидаем на этой неделе, завтра это отчет ОПЕК, промышленная инфляция. В среду, помимо данных по индексу потребительских цен США, будет еще показатель ВВП Еврозоны. В четверг традиционный для этого дня релиз по первичным заявкам на пособие безработицы. И в пятницу блок данных из Китая, роничные продажи, промышленное производство. И закрывать еще сессию будет отчет по инфляции в Еврозоне. Поэтому каждый день, буквально завтрашнего дня, нам будет чем торговать. И на своих брифингах буду держать вас, разумеется, в курсе. Золото и 1357 долларов за тройскую консулу. Мы спекулятивно купили этот инструмент, по крайней мере, до торговой сессии среды, положившись на рыночный сантимент. Оказались правы, потому что сантимент как раз создал идеальные условия для роста рынка драгоценных металлов. Хай прошлой торговой сессии пятницы был на отметке 1378 долларов за тройскую консулу. Но я думаю, что в ближайшие дни, вероятно, даже до отчета по инфляции, мы можем увидеть при таком сантименте и 2400 долларов за тройскую консулу. Может быть, основная причина, если не зацикливаться на позиционировании трейдеров по повышенному спросу на золото, это эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке и, в частности, возобновление военной операции в Рафахе. Можно сказать, что переговоры, которые были при посредничестве, опять же, в том числе и Катара, они ни к чему не привели. Поэтому, в целом, делаем вывод о том, что фон остается напряженным, фон интересным для спроса повышенного защитного инструмента и здесь, кстати, тоже может пользоваться в связи с этим поддержка и американская валюта. Евро против доллара 1,0770. Ждем данные по ОВП и данные по индексу потребительских цен в еврозоне на этой неделе. Напомню, что в вас линия данные по инфляции в еврозоне показали, что индекс потребительских цен снизился до 2,4%. На контрасте с показателем инфляции в США на уровне 3,5%. Вот почему я постоянно вам, мягко говоря, намекаю на то, что в июне ЕЦБ точно снизит процентную ставку. После протоколов ЕЦБ, которые вышли в пятницу, можно сделать вывод о том, что 60% аналитиков уже закладываются под то, что Европейский Центральный банк начнет вот эти преобразования монетарной политики и заложит основу для долгосрочного ослабления евро. По британской валюте 1,2526 был расчет на то, что заседание Банка Англии и анонс смягчения экономической политики и в пятницу еще данные по промышленному производству ОВП должны были стать причиной распродаж британской валюты. Но мы не увидели активного снижения фунта ни после заседания, ни после выхода пятничных данных по ОВП, которые, кстати говоря, оказались гораздо лучше, чем ожидали аналитики. В частности, показатель в годовом выражении вырос на 0,2% против снижения на 0,2% в прошлом году. В квартальном выражении в первом квартале рост ОВП составил 0,6%. Учитывая то, что фунт продавцы не смогли использовать фундамент последних дней прошлой недели, я считаю, что сейчас лучше сфокусироваться на других инвесторских идеях и фунт оставить в покое. Доллар канадец 1,3680. Здесь по-прежнему ожидаем развития восходящей динамики, даже несмотря на то, что данные по рынку труда в целом оказались лучше, чем ожидали аналитики. Но у нас причина, по которой мы покупали пару, была связана с повышенным спросом и ожиданием укрепления американского доллара и ожиданием того, что рынок нефти обновит локальные минимумы. В частности, Brent протестирует поддержку 80 долларов за бар. Эти идеи по-прежнему в силе. Ничего не изменилось по паре доллар-иена. Все так же ждем снижения в районе 150 иен за доллар. Американский фондовый рынок S&P здесь только лишь покупки. Новый исторический максимум уже совсем рядом. S&P растет почти каждый день. Сейчас уже 5250 пунктов. И рынок нефти 8250. Нам не нужно совсем глубокое снижение этого инструмента. Учитывая, что я только что сказал про геополитику, ситуация может измениться. Но сантимент, друзья, 76% трейдеров сейчас находится в длинных позициях по рынку нефти. И учитывая то, что завтра еще и будет доклад ОПЕК опубликован, я думаю, что на этом фундаменте мы можем увидеть тестирование поддержки 80 долларов за бар. Там уже фиксируемся и ищем уровни для открытия длинных позиций. Но об этом я вам расскажу позже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!